Друзья, всем привет из Алании. Воскресенье у нас сегодня. Время 5 часов 24 минуты. И тут Татьяна у нас. Да, это я. И она инстаграмщица. Подписывайтесь на обувь Алания. Подписывайтесь на обувь Алания. Там будет Татьяна. Так убери от меня свой телефон. Пока я его море не выкину. Меня нельзя показывать. Короче, видео потом будет большое, как мы сюда пришли. А сейчас даю вам насладиться морем. Сколько поощущений? А, ты не умеешь поощущениям. Сколько сейчас градусов? Скажи, тепло одето. Я думаю, что это в вашей тренинге. Ну да, да. Потому что свеженький вот идет. Ну его ветром не назовешь, но что-то свежее идет. И оно такое вот прохладное. Днем его может не было. Днем тут были толпы людей, вот нам сейчас сказали. Мы пришли поздно, сами видите, что как бы купающихся тут уже нет. Море потрясающее. Море где-то 18,5 минимальное на Клеопатре сегодня. Ближе к 19 даже, это точно. Где-то в оба, вон человек идет купаться. Где-то в оба в Тосморе, там около 18. Здесь 18,5 примерно. Вот сейчас вы его ощущения можете уловить. Я его приблизил. Так красиво рассказываешь. Я в шортах сегодня, да. Впервые за два месяца, да, я в шортах. Хотел взять тапочки и прийти, зайти померять воду в море, ну в шлепанцах. Потом помыть ноги, обуть кроссовки. Ну просто опять все проспало. И то, спасибо, Таня, она меня в два часа разбудила. Но пока я пришел, три часа мы могли прийти сюда. С газипаши могли прийти за три часа. Я с двух часов пока дошел, а уже полшестого. Но я спать сегодня рано лег, кстати. Я лег где-то в шесть. В шесть утра? Да, если бы я лег в восемь, ты бы меня не разбудила в два часа. Как можно ночью не спать, я не понимаю. Таня, как можно ночью спать? Ночь это романтика, это красота такая. Днем тоже хорошо сейчас, но не в июле-августе. Мне надо жениться, Ромка. Спасибо, Таня. Ты уже вышла замуж, не надо. Видишь, я же вышла замуж и ночью сплю. Да. Вот именно, странно, тем более вдвойне, Таня. Вышла замуж и ночью сплю. Ты сама поняла, что ты сказала? Если ты вышла замуж, то ты тоже будешь ночью спать, потому что жена будет спать. Я думал, что женятся вообще для другого. Я думал, что женятся для того, чтобы ночью не спать, Таня. А ты как-то все... Так не спать, это другое дело. Вот какой у нас веселый обзор погоды получился. Видите, чисто... Ой, там кто-то сейчас нырнул, он видел? А что это было? А, это Зайнап тут прикалывается. Я думал, там акула нырнула. А это Зайнап тут камушки кидает. Человек поплыл. А тут, кстати, еще уникальный момент. Тут люди стоят на гвоздях. Я ничего не вижу. Аго, вижу. Таня тоже хотела стать на гвозди, но я ее на руках потом не понесу, поэтому она передумала. Купающихся в данный момент больше я не вижу здесь, на этих пляжах. Но людей, смотрите, как много. Людей просто тут сотни и тысячи. Даже вот на этом участке до шестого пляжа можно насчитать, наверное, тысячи людей. Людей очень много. А днем было еще больше, было больше купающихся именно, конечно. Море потрясающее, прозрачное, красивое. Я наконец-то руку могу вам показать. Кто соскучился за моей рукой. Кто там вечно недовольный, пишет, не показывает свои руки. Давайте на кораблик сходим. Таня, ты можешь на кораблик сходить? Я могу, да. Все, максимум. Все, даю пару минут насладиться. Так, да, погодишь, друзья. Сегодня в тени было до 21, а может быть даже до 22. Именно в тени. То есть это прогнозная температура, она в тени. 21, 22. На солнце было, ну, я могу сказать, 25, 27. А так оно теоретически может быть и больше было. Если на солнце положить градуснее. Ночью будет у нас не ниже 14, 15. Сегодня ночью тоже было относительно тепло. Где-то 14, 15 было, наверное. Не, у меня же свой сайт прогнозный. У меня подтвержденный, Таня, я на нем работал. Я там в рекламной службе. Но он считается в русскоязычном интернете второй самый крутой по посещаемости из всех погодных сайтов. rp5.ru называется. Я там работал в рекламной службе. Я убедился за много лет погоду по разным городам. То есть там четко все. Там за деньги покупал мой шеф у медофиса Великобритании прогнозы. Все официально. То есть там самые четкие прогнозы именно у медофиса Великобритании. И он меняется постоянно. Каждые несколько часов обновляется. То есть он у меня годами проверенный. Потому что я там работал и сам на нем жил. Пользовался. Так, вон кого-то закопали. Давай маму закопаем, Зейнап. Смотри, вон дядю закопали. Таня, закопайся. Или давай Зейнап закопаем. Чем? Ее легче. Ямку меньше. Смотри, девушка плавает на этом. Сидят просто, да, и балдеют. Я вот знаешь, когда куда бы хотела? Ты видишь там на островок? Да, да, да. Я хочу. Надо будет летом вот туда вот сплавать, кстати. Вот так вот сидишь, чтобы там туда... А там где-то есть, на корабле, когда плывешь, вот там вот где-то есть, ну прям дырка, и там жить мой. Вот примерно вон где скала, вот эта, сейчас я попробую увидеть. Там видно вон где? Я еще думаю, можно на корабле, чтобы подвозили еду раз в неделю, я бы там бы жил бы с удовольствием. Нет, Наня, это опасно жить в скале, если она обвалится тебе на голову, ты угрожаешь. Нет, там просто как бы в скале-то не выживешь, надо будет ходить в лес гулять. Да, кстати, лес есть, да, может ходить за грибами. Наслаждайтесь, пока вас не выключаю, заряжайтесь этим позитивом. Капец, мне кажется, там туда еще больше людей намного, чем здесь даже. В сторону шестого пляжа, и вот туда вот дальше. Там просто вообще, я даже не вижу пляжа, те, потому что люди все заслоняют, закрывают. Ну что, надо идти дальше, надо еще Клеопатру найти, покормить, я вроде бы что-то взял. Это были как бы собаки? Ого, уже. Не, ну мы пойдем туда дальше, может еще пройдемся, пока время есть. Ну там, где вы не были, может быть. Нет, дальше не надо. Таня, у меня у самого времени мало, но пока время есть еще. Все, тогда давай идем дальше. Еще час до заката, целый час. Мы за час можем пройти до мишки хотя бы. Хотя бы до мишки до начала дойти. Я обменку хочу поснимать, я давно в той обменке не был. Там сам, ты знаешь, там самая выгодная обменка? Где? Вот я тебе сейчас покажу. Самая-самая выгодная. Куда? Нет, туда далеко мы не пойдем. Там 15 минуты, типа. 15 минут, ты ж гулять лучше. Я гуляю, потому что, ну куда я не пойду? Куда туда? Куда. Как мы пойдем? А что туда? Нет, не туда. Туда нет, просто оно ближе гораздо. Вот где мы были вчера, только чуть-чуть дальше. Не туда, не вдалеко. Туда надо выходить часа в 3 идти, чтобы сейчас там нечего делать. Так у рыбака есть рыбка, как вы думаете? Я пойду посмотрим. Ведерко вижу, может быть там что-то есть. Кто-то спросил сегодня, как раз рыбу ловят? Ловят. Сейчас посмотрим. Видите, какая большая плавает там. На курицу ловят вроде бы. Ну, причем я не думаю, что человек только пришел. Скорее всего, он здесь целый день. Ну, видите, ведерко у него пустое. Там такая большая рыба, блин, лосось такой здоровый, еле в ведро вмещается. А вон у него в ведре там. Здоровый. Да вон мужчина ловил. Здоровенный такой, прям аж хвост не влазит в ведро даже. Таня пошла, смотри. Зина, пойди посмотри, на такая рыба большая вообще. Килограмма на два. Один ноль, Таня. Ой, она ж меня сейчас отомстит. Ты удивилась, что там ничего нет? Да, наверное, не стоит. Я удивился, что там реально ничего нет почему-то. Тебе человек же тут, наверное, полдня. А что это за домик? А я его ни разу не видел, кстати. Не то, что не было там. А что это за домик там? Какой домик? Вот. Был я здесь или не был, интересно. Ну, вон, видишь, правее скалы и вон деревья каменные это. Я его не видел никогда как-то, внимание. Или, а, это стена идет просто. Это идет стена, она заросла деревьями, я думал, домик, блин. Так, вон люди купаются, давайте к ним сходим. Эх, жалеешь, я шлепанца не взял все-таки. Да, все, друзья, мы прощаемся, идем дальше. Там видео с монтажом, дальше продолжу снимать, еще, но позже немножко выйдет. Вчера у меня вышла большая-большая часовая прогулка, а потом еще маленькая-маленькая с ними вечерняя. Таня, скажи всем пока. Дзинап. Дзинап. Як шамлар? Як шамлар. У нас еще солнце.